На курорте проживает более 32 тысяч людей с инвалидностью. Еще пять лет назад выехать в город представителя маломобильных групп населения было непросто. В рамках подготовки города к Паралимпийским играм, краевые и местные власти стали уделять большое внимание созданию на курорте безбарьерной среды. Привезти многие социально значимые объекты к требованиям доступности удалось буквально за несколько лет. На создание безбарьерной среды в зоне международного гостеприимства выделяются средства из бюджетов всех уровней. Эти средства, которые выделяются через краевые целевые программы, через городскую программу «Доступная среда», на сегодняшний момент уже проведены изменения и еще 40 миллионов добавлено в эту программу по решению ГСС города Сочи на понижение бордюров на всех улицах города Сочи. Выделенные городом средства потратят на понижение уровня бордюрного камня и установку тактильной плитки на 153 улицах Сочи. Администрации взыскиваются возможности и по установке специальных пандусов в многоквартирных домах, где проживают инвалиды-колясочники. Людям с физическими ограничениями стало легче найти работу. С начала года на предприятии курорта трудостроено 24 сочинца с различной степенью инвалидности. В ходе заседания совета были отмечены и положительные тенденции в сфере развития здравоохранения для людей с инвалидностью. Особенно это касается детей. Так, если ранее малышей направляли в краевые лечебные учреждения, теперь многие услуги по восстановительной терапии и профилактике оказывает 9-я городская больница. Сегодня мы имеем возможность ребенка не просто вести на консультацию в край какому-то специалисту. У нас сегодня на базе детской больницы этот центр создан, когда мы можем, общаясь по скайпу, мы можем проконсультировать любого ребенка, показать и данные компьютерной томографии, и внешний осмотр ребенка. Сегодня у нас существует полная база для организации восстановительного лечения, ЛКК, и массаж, и физиопроцедуры. И достаточно хорошая лекарственная помощь, которую мы можем бесплатно оказать ребенку вовремя. 15 августа глава Сочи Анатолий Пахомов подписал постановление о выделении общественным организациям инвалидов по слуху и зрению средств из муниципального бюджета ежегодно по 150 и 300 тысяч соответственно. Эти деньги предназначены для приобретения необходимого оборудования и проведения мероприятий культурной и спортивной направленности.